Привет всем, вы на канале AndroNews. Не знаю как вы, но лично я ждал выхода новой Nokia, несмотря на весь мой скепсис относительно новой маркетинговой политики брендом. Ведь по сути, после перезагрузки Nokia показала нам смартфоны только среднего и бюджетного класса, а лицо бренда это как раз флагманы, и сегодня компания представила свой первый флагман после перезагрузки. Давайте посмотрим, так ли он хорош, как нам это все разрисовывали в утечках. Еще по рендерам в утечках я и видел, что Nokia 8 это основной конкурент HTC U11. Все те же здоровенные рамки и расположение элементов на лицевой панели, все тот же ценник 700 долларов. Но что отличает эти две модели? Nokia 8 в отличие от HTC получила цельнометаллический корпус. Есть несколько вариантов с полированной тыльной панелью и стандартной матовой. Пластиковые вставки для вывода антенны реализованы как на Nubia Z17, ну почти. Nokia 8 получила пластиковую вставку и на нижнем торце. Такое решение лично мне нравится. Теперь что касается габаритов. Ведь диагональ дисплея восьмерки 5,3 дюймов, а не стандартной 5,5, как у конкурентов. По ширине и высоте смартфон не особо отличается от OnePlus 5 и HTC U11. То есть Nokia, как и многие другие производители, решила забить на тренды и пытаться гнуть свою политику и не идти на поводу у корейцев. Либо дело тут в чем-то другом. Одной из главных особенностей и интриг новинки стало появление оптики Carl Zeiss. Именно из-за нее мне так хочется протестировать смартфон. Как вы уже поняли, два модуля расположились на тыльной панели. Также производитель хвастает технологией OZO Audio, позволяющий выделять нужные звуки, приглушать фоновые и посторонние шумы. Чтобы вам было понятнее, это типа 3D Audio на HTC U11. В смартфоне установили три микрофона для качественной записи звука. Это в теории может пригодиться блогерам, ну и просто людям, которые любят осуществлять видеозвонки. Но все-таки первым больше, потому что Nokia 8 может похвастаться новой технологией DualSight, позволяющей передавать изображение сразу с основной и фронтальной камеры. Делать это можно и в оффлайн режиме, и онлайн, в YouTube и Facebook. Лично мне бы это здорово пригодилось для прямых эфиров на моей странице в Instagram, но там, по идее, этого сделать будет нельзя. Аудиоджек в новинке есть, полноценной влагозащиты нет, только защита от брызг по стандарту IP54, и это первый фейл по сравнению с U11. Но многим защита от воды вовсе не нужна. Все остальные компоненты находятся на привычных нам местах. USB-C в версии 3.1 на нижнем торце, динамик также. Механические кнопки на правой грани. Лоток для двух сим-карт слева. Один из слотов гибридный. Смартфон выпускается в следующих расцветках. Полированный синий, темно-синий матовый, стальной серый и полированный медно-красный. По начинке Nokia 8 не отстает от своих конкурентов. Из коробки поставляется седьмой версией Android. Никаких сторонних интерфейсов нет. Чистый Android. За работу устройства отвечает процессор Snapdragon 835. На борту имеется 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянных. Разрешение дисплея Quad HD. Матрица IPS. Стекло Gorilla Glass 5-го поколения. За время автономной работы отвечает аккумулятор с емкостью 3090 мАч. По камерам. В качестве основных камер используются два модуля по 13 мегапикселей. Один цветной, второй монохромный. Оптическая стабилизация изображения имеется. Автофокус лазерный и фазовый. Фронтальная камера получила также модуль на 13 мегапикселей. Со вспышкой с помощью подсветки дисплея. Из дополнительных фишек могу отметить наличие пятой версии Bluetooth, NFC и поддержка всех бэндов для работы в 4G. В России Nokia 8 можно будет купить уже с 1 сентября за 40 тысяч рублей. В Украине цены пока что не сообщаются. Но не думаю, что они будут особо отличаться. Как я уже сказал ранее, основной конкурент Nokia 8 это HTC U11. Пока что я не берусь судить, какой из двух этих смартфонов лучше. Но то, что Nokia 8 нужно тестировать, это факт. Если вы за эту идею, пишите в комментариях. И пишите в комментариях, как им вообще новый смартфон от компании Nokia. Пока что в этом девайсе меня смутил только один момент. Это здоровенные габариты и здоровенные рамки. Но как-то в 2017 году, ну согласитесь, ну это не круто. Все остальное нужно тестировать. Говорят, что даже бюджетные смартфоны от новой Nokia на чистом Android работает, ну вау, как круто. Будем смотреть. Ставьте пальцы вверх под этим видео, для того, чтобы поддержать наш проект. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в наши социальные сети. Если вдруг можно будет купить их где-то Nokia 8 ниже рыночной цены, ссылки оставлю в описании. Да пребудет с вами Android. Пока-пока.